Яна, ты долго там? Так, я вроде уже готова. Или еще нет? Обувь только надо одеть. Что ты там делаешь? О, приятного аппетита. Всем самое доброе утро. У нас какой сегодня день? Суббота, слушайте, теряюсь я в днях, теряюсь я во времени. Ну ничего. У нас суббота, 22 января. Класс какая дата, 22.01.22. Зеркальная. В общем, сегодня будет чудесный волшебный день. По-другому и быть не может, когда такие циферки в дате нас ждут. И сейчас мы собираемся ехать с Яной. У Яны сегодня показательное дефиле в школе моделей. В общем, дефиле в красном цвете. И единственное, что одежду мне выдают, а мы сами должны были найти ей эту одежду. На прошлой неделе ездили в магазин, все искали, мерили, покупали. Ну и сегодня вот она пойдет. Купили ей штанишки и кофточку. А сверху, которая такая вязаная, это моя. Еще пока она не налазит. Читаем и проживаем много жизней. 23 января, суббота. Это наш календарик. И мне кажется, нарисовали, ну почти что меня. Очки так точно похожи. Так, что у нас там на улице? Ну, сугробы. Пойдем чистить машинку. Тебе, Яна, дать намазать? Это мы к золотому яблоке купили. Кармекс. Очень много кто из блогеров, кстати, должно фокусироваться. Фокусируется, да? Очень много кто из блогеров советует и зимой, если ваши губы сохнут, чтобы были в хорошем состоянии, именно вот этот вот кармекс покупать. У нас в Беларуси сейчас на скидке в золотом яблоке 8,99. Слушайте, мне так повезло. Моя машина стояла прямо там, где весь ветер. Поэтому ее даже чистить не надо. Видите? Там только с одной стороны чуть-чуть. А вообще, да, снега так нормально здесь. Вот с этой стороны только я обдрехну. Ну, теперь приехали мы уже, конечно. Дорога, ух, ух. В торговом центре все будет проходить. Там подиум будет, в общем. Ну, посмотрим с вами. Идем за Янкой. Яна сразу все оделась, чтобы не переодеваться. Так, ждем лифт подняться. Здесь лифт только для мальчика, видите? Девочек не пустят. Ну, мы попробуем, да, Ян? Здесь так шумно. В общем, там Яна где-то с своими девочками. Помимо их, видно, еще кто-то будет выступать. Потому что я смотрю, просто в костюмах какие-то девочки, видно, будут весь танцевать. Так что ждем начала. Здесь фудкорт. Немного есть такого бастфуда. В общем, мы решили взять макдонность, потому что самый проверенный. Я сейчас жду. Сейчас Дима придет. Перекусим. Будет у нас завтрак в Макдональдсе. Дожилась завтрак в Макдональдсе. Там детей уже погнали на подиум, но они еще вроде не выходят. Поэтому мы пока решили по-бустому поесть. А там столпотворение такое, как я потом успею подбежать, если что. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он мне показал вот так. Он тебе показал вот так. Это значит поближе подойти к стенду, чтобы видно было. Ну куда же я знала. Ну ничего страшного. Дома я ужасно хочу кофе. А какое солнышко на улице. Туда ехали ужасно. Так было противно. А обратно небо голубое. Солнце светит. Пандора бегает. Как обычно по столу вылизывается. Кстати, ей недавно был годик. 15 января. Видите, как время быстро летит. Пандора. Привет. Так, а что я хотела? Кофеек себе заварить. Так, это моя утренняя чашка. Надо ее сполоснуть. И сделать вот такие капсулы у меня сейчас. Лор. Это Алена привезла с Италии. Плюс я докупала уже вот такие зелененькие. Потому что Алена привезла. Они очень за меня крепкие. Девяточка. А я люблю где-то шестерочку, семерочку. В общем, вот. Докупала себе. Ну, сейчас, наверное, девятка себе заварю. Потому что я чувствую, что мне покрепче хочется. Не поверите, но у нас дома из еды только яйца, авокадо и семга была. Ну, в общем, сделали... Семга? Да, это была семга. Омлет. Бедная семга. А что это было? И авокадо с семгой перемешала. Соль, перец и этот, лимонный сок. Бедная семга. Нормальная семга? Бедная. А что ты не ешь салат? Возьми салатик. Мне семгу жалко. Семгу жалко. Ну, поплачь на дни и поплачь. Вот. Несмотря на то, что я сейчас нахожусь около больницы. Смотрите, какая красота на улице. Метет, метет, продолжает мести. Я жду меня. Дима с Яной должны забрать. Так как я сюда на скорой приехала. Вот. И сейчас... Сейчас надо как-то домой добраться. Все в порядке. Приеду домой, расскажу. Не переживайте, не волнуйтесь. Попа там в магазин ездил. Я же... Все, мои дорогие. Мы уже дома. Как я вам говорила, сильно переживать там не стоит. Ну, на самом деле, как бы, есть чего переживать. Но я думаю, что все будет хорошо. Ну, дело в том, что мы были с папой Димой. Ему необходима была госпитализация. Вот. И пока я, Дима, отвозила Яну на занятия в модельную школу. Я в это время была, вот, сначала в больнице скорой помощи. А потом, так как мы удивительным образом, мы прям удивились, когда тест на корону оказался положительный. А мы совсем с другой симптоматикой приехали, да, там, то есть думали, кардиология, либо неврология нам нужна. И когда оказался положительный тест, потому что симптомов вообще короны нет никаких, нас перевезли в другую больницу. И вот я поехала в скорую вместе с Диминым папой. А Дима поехал в это время за Яной. Ну, чтобы Яна одна не испугалась, она выйдет в занятия, никого не будет, да. Вот. А все-таки уже почти ночь на дворе. Вот. И я к чему? Ну, во-первых, я очень много чего насмотрела в больнице скорой помощи. Это все-таки больница, куда все случаи привозят. Если бы у меня был писательский дар, литературный, я бы, наверное, написала книжку, потому что достаточно было часа там всего находиться, чтобы увидеть такие истории, такие случаи. Это просто что-то невероятное. Ну, а чаще всего, конечно, люди и врачи, да. Не зря, не зря я так люблю эти сериалы про врачей, и не зря их так хорошо смотрят и все тоже любят. Потому что это можно, мне кажется, без остановки снимать и писать об этом. Что за это? Хочешь шутку? Что? Знатоки, внимание, вопрос. Что в черном ящике? Здесь написано с икрой. Где? Да, у тебя что, курица с икрой? У тебя же все шаурма. А можно я икру? Я тогда съем, я икру люблю. А как это, шаурма с икрой? Мне не нравится, что у нас это что? Икра, это же рыба. А как, ну, в связи от рыбы. Из-за лишних овощей на углях икра. Не, ну, может там баклажанная икра какая-нибудь? Заморская. Не такое есть? Конечно. Так, ладно, о чем мы? О чем мы? В общем, дорогие мои, по поводу ковида. Я когда ехала в скорой, ну, и общалась с врачом, который перевозит сейчас, и она сказала, говорит, что сейчас вот этот новый штамм, он много у кого проходит вообще бессимптомно, но при этом он очень заразный, то есть он намного больше заражает людей, чем обычно, вот предыдущие штаммы. И что сейчас она вот сегодня весь день возила вот таких людей с положительным тестом, но все эти люди обратились в больницу по какой-либо другой причине, то есть не связанной, как бы они даже не знали, что у них ковид. Ну, вот как и я удивилась сегодня, что у Диминого папы оказалась корона, ковид. Потому что вот женщина-то рассказывала, что там ребра были переломаны у молодого человека, потом кто-то там упал, тоже травматология, у одного аппендицит был. То есть, в принципе, ну, как бы совсем другие случаи, да, именно из-за чего люди обращались в больницу, но там делали тест сейчас. За секунду, можно ничего не знать, где? У меня в рюкзаке. Но в итоге делали тест, а тест оказывался положительным. Вот так. Поэтому берегите себя, все-таки хоть все сейчас, у нас так вообще в Беларуси сказали, что можно уже даже маски снять, никаких изоляций уже ни для кого нету, уже можно. И, в общем, где хотите, там гуляйте. И посещайте все, что хотите. В общем, маски тоже не одевайте. Никакой не изоляции, ничего сейчас уже нету. Но, тем не менее, я переболела, переболела мама. Я знаю, что это еще та дрянь. Поэтому на своем примере хочу вас все-таки как-то обезопасить. Лучше все-таки будьте бдительны и сильно пока не обнимаетесь. С чужими людьми в очередях. Хотя бы так. Ладно, все. Мы сейчас перекусим. Я поду спать. Завтра у меня... Завтра у меня рабочий день. Мне надо рано встать. А еще у меня завтра обучение. Буду с вами прощаться. Спасибо, мои дорогие, что вы со мной были. Спасибо вам за то, что вы смотрите. Пишите комментарии, ставите лайки. Скидывайте свою благодарность. И, в общем, мне очень приятно. Я вас очень сильно люблю. С вами была Оля. И скоро обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok